Саша, вставай. Ну, вставай, вставай, вставай. В школу опоздаешь. Ты на часы смотрел? Так, а что у нас опять с часами? Упали. Ну, а что, мне мастера вызывать? Я сам исправлю. Да, наверное, дюбель вылетел. Дюбель? Ничего себе слова, какие знаешь. Ладно, давай ждать у тебя на завтрак. Сань, ну ты где? Давай быстрее опаздываем. Опять меня будет твой директор отчитывать. Ребята, почему придешься сыграть? Сегодня не приду, а когда-нибудь обязательно зайду. Давай, садись. Сань, Сань, ты че, дуешься? Сань, ну ты же понимаешь, работа. Зачем тебе эта работа? Ну, чтобы ты ходил в хорошую школу, жил в таком доме, на такой машине ездил. Мне все равно. Лучше бы в школу хоть кто-то пришел. Раз ты не можешь, бывший папа или хоть какой-нибудь. Знаешь, там, давай не умничай. Залезай в машину. Доброе утро. Александр Юрьевич, доброе утро. Доброе. А что-то сурочное. Подтвердили и авансировали три заказа. Что, необходимое личное участие? В одном заказе, да. Крупный на две тысячи человек корпоратив. Уже выбран зал на Невском. И какие сложности? Пожелание заказчика удивить чем-нибудь таким эдаким. Поп-звезд и шансон отмели сразу. Наши креативщики спорят. Кто-то предлагает театр Пантомимы, кто-то цирковую труппу, но только из таких, которые гастролируют по всему миру и вообще на расхват. Но там цена заоблачная. В общем, ваше мнение очень важно. Ну, мое мнение экономить не будем. А чем удивить заказчика, решим после осмотра объекта. Все. А, вот еще. Лично вам, из Москвы. Как всегда, на адрес офиса. Люба, выходила сегодня? Нет, но я, насколько знаю, она собиралась быть в офисе. Ну, там она или как всегда гуляет. Понятно. Давай, выходи. Саня, ты извини меня за резкость, ладно? Ладно. Ну, ты тоже следишь, что говоришь. Мам, помнишь, у нас скоро веселый старт. Все участвуют вместе с родителями. Саня, я, наверное, не смогу. Мам, я два месяца просила. Это семейная игра. В команде по три участника. По три участника. А нас с тобой только двое. Ну, что у нас, бабушка Наташа же не будет третьим участником. Ну, ладно, я что-нибудь придумаю. Давай, Пять. Рюкзак! А по поводу корпоратива на Невском, мне нравится идея циркача. Только надо найти толковых ребят. Так можно вообще взять студентов из цирка Бабаучилища. Ну, вы поймите, я не ищу бюджетный вариант. Просто у ребят номера не хуже, а сама отдача больше. Да? И вот еще один момент. Стоят они в разы меньше, чем все эти заоблачные европейцы. Угу. Интересно. Ну, занимайтесь. Да? Угу. Угу. Александр Юрьевич. Да? Две новости. Начинаю я с хорошей. Звонили из вашего любимого бизнес-издания. Из... Да. Они ежегодно выручают премии и... Ну, мне это и так известно. Нашу фирму выдвинули вот в этой категории. Угу. Они уже прислали письмо подтверждения и вручения через несколько месяцев. Я уже в курсе. Это все? А... Ну, а в Москву в другой офис звонить или... Конечно звонить. Мы же партнеры. Вторая новость. Звонила ваша жена три раза. Может, мне показалось, но, по-моему, она плакала. Я разберусь. Спасибо. Наш креативный отдел уже заканчивает сценарий. Теперь нужно решить все по поводу банкета. Будет 110 человек. Надо понять, куда их рассаживать, где ставить столы. Не переживайте. Ну что вы, мы рассаживали гораздо больше, чем ваши 110. Тем более, у нас есть зал наверху. Так что это не проблема. Да, но вы не забывайте. Нам их надо разместить на летней террасе. А вот это может быть уже проблемой. А я считаю, что у такой милой и очаровательной девушки вообще проблемы не должны быть. Это, простите, Версеночка. Ой, извините. Да, конечно. Да. Алло. Ну? И что? Простите, я же тебя предупреждал. Перестань. Как и было? Петь, подожди еще, у нас тут за парка. Я не для того приехал, чтобы ждать, когда он с дядькой полюбия измечаешь. Петь. Что Петь? Да это он просто из вежливости. А раздевать он тебя тоже из вежливости будет? Петь, ну что ты? Петь. И вообще, Люба, давай что-то решать уже. Надоело. Хорошо. Ну а что делать? Думаешь, мне не тяжело, что ты в Москве, а я здесь? Тяжело. Ну ты же не хочешь ко мне переезжать? Да не к тебе. А сюда, в чужой город. К твоему отчему на шею. Понимаешь, я должен сам встать на ноги. Тогда уж увезу тебя есть. Так я жду, пока ты увезешь. И буду ждать, сколько надо. Понял? Да. Ну все, потом поговорим. Давай. Милая моя, ну что, мы продолжим нашу работу или будете по-прежнему здесь развлекаться? Да, да, извините. А вы, молодой человек, покиньте территорию, ошивайтесь в другом месте, здесь вам не место. Пойдемте. Подожди, подожди, что значит ошивайтесь? Песя, помолчи, а? Евгений Иванович. Это вы мне? Тебе. Ну это переходит все границы. Простите, я вызываю охрану. Евгений Иванович, давайте, давайте, давайте не будем, мы пойдем с вами работать. Давайте, это просто знакомый, он же уходит. Да. Хорошо? Обаятельная. Ради тебя. Пойдем, пойдем. Спасибо большое. Эй, ты! Лопись свою, убери! Песя! Да ты! Евгений Иванович! Песя! Ты что? Песя, убери! Ты кого? Песя! Ты дурок! Встань! Песя! Песя! Помоги не встать! Света! Свет! Света, что ты ищешь? Я уже нашла платье твоей любовницы. Света, зачем ты приводишь их в наш дом? Света. Зачем ты разбрасываешь их шматьем по нашему дому? Сейчас. Уходи! Убирайся! Я сама все соберу! И на развод даже не рассчитываю! Уходи! Послушай, это твое платье. Мы его вместе покупали в гостином дворе. Ты забыла, Свет? Там еще маленький магазинчик был, ну? Это манекен. Да, и манекен был, да. Страшный. Нет. Нет, нет, я тебе не верю. А, ты всегда находишь их в тане, да. Я же тебе не нужна. Брось меня, а? Я тебе не нужна. Смотри, это же, это платье. Посмотри, оно твое. Люба еще была с нами. Саша. Это же я. А ты? Саша. Я ничего не помню, да. Я хочу спать. Ложись. Ложись, ложись. Все, 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 ложись, Ложись, я рядом. Алло. Что? Где? Алло. Люба. Люба. Пьешь? Пью. Ты же знаешь, из-за чего я пью? Из-за тебя. Ну, вообще-то в том, что ты пьешь, я точно не виновата. Ты мне сейчас лекцию хочешь читать? А, да, прости. Ты же нам пришла, не мужа подкинуть. Ты же нас задержишь. Где никак хватает? Мне беднее, не переживай. Мать Тереза, и ты просто одно лицо. Я пришла попросить тебя об удалжении. Ну, видимо, в таком состоянии ты мне вряд ли помощник. Мама дома? Мама дома? Мама! К вам! Здравствуйте, Ирина Денисовна. Здравствуй, Ларочка. Дело в том, что мы с Анькой в отпуск собираемся. Я вам принесла на три месяца вперед. Спасибо. Спасибо, без тебя, Вайдану. Лекарства подорожали, и пить на такая малость. Не столь благодарность, я это от чистого сердца. А как там, ну, как там Санечка? Растет? Да. Хорошо, если бы характером пошел в тебя, а не... Ты приходи, приходи к нам почаще. Саня, бери с собой, хорошо? Хорошо. Сами понимаете, драка с причинением физического и материального ущерба. Ты же младший ветерат. Может, как-то уладим, а... Как? Гость точно остается на 15 суток. Посидит, подумает над своим поведением. Из ваших советов обойдусь. Ты? Помолчал бы? Питя. Я тебя сюда работать отправил, или что? А чего они на него, как собаки цепные, накинулись, а? Он им ничего плохого не сделал. Все, помолчи. Оскорбление сотрудников полиции. Вот. Сопротивление при задержании. Сами виноваты. Я тебе что сказал? Дома отдельно поговорим. Товарищ майор лейтенант, ну, все-таки, давайте как-то без этого, без протокола, а? Ну, понимаете, у меня заявление. Заявление заберут, вопросов нет. Ага. А где пострадавший-то? Мой сидит. Ладно, я сейчас. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, нам не о чем с вами разговаривать. Ваши сотрудники, извините, ненормально. Присажите, пожалуйста, я вам объясню все. Хорошо. Люба моя пачерица. У нее сейчас сложный период, и тяжело болеет ее мама. Ну, извините, у всех сложный период. Я не имею претензий к вашей пачерице, но этот прыгучий обезьян, он, вот. Я готов со своей стороны возместить все убытки, ущерб, двойную аренду зала, все что угодно. Только, пожалуйста, берите заявление. Ну, нет, по очереди я претензий не имею. Сынуль, поел бы? Отстань. Есть-то что-то надо? Я не хочу. Какой я тебе сынули, мне почти сорок лет. Я курочку приготовила. Отстань ты с этой курицы, мама. Не хочу я есть. Не хочу. Была бы жена, на ней бы срывался. А нету жены. Нету. Нету жены, нету. Ты же ее сама выгнала. Я? Да, да, ты, ты. Хорошо, ладно, мы оба. Дай мне денег, я слышал, Лара тебе дала денег. Не дам. Дай денег. На что жить будем? Мне надо, дай. Это не честно, что меня отпустили, а Петьку нет. Я должна была остаться вместе с ним. Ой, не дури, пожалуйста. Этот директор вообще скотина редкая. Ненавижу таких. Люба, научись себя вести с людьми. А он по-твоему человек, да? Сам ко мне клеился, а теперь Петька в милиции. Это нормально? И вот не надо мне говорить, что я должна была терпеть это ради работы. Еще и улыбаться ему. Не понимаю, синий он или зеленый. Здравствуйте. Меня зовут Лариса. Яна. Очень приятно. Динь, у меня к тебе дело. Как всегда, очень важное. А что, я помешала? Нет, я тебя жду. Вроде совсем недавно у тебя другая девушка была. Та, не кажется? Какая ты внимательная. У тебя какое-то дело ко мне, Лариса? Ну, в целом, ерунда, но для Саньки очень важна. Дурацкое соревнование в школе. Все будут с мамами, с папами. А у нас, как понимаешь, недобор. Ну и? Не согласитесь ли вы, стать третьим участником нашей команды? Ну, прости. Вот такая вот я головная боль. Одни проблемы от меня. Все это в большей степени из-за твоего парня. А я его люблю. И это навсегда. Да я куда угодно за ним пойду. Что, и в тюрьму пойдешь? Да, пойду. Это уже позиция. Вот это я уважаю. Ты должна была соображать, как женщина из-за себя, из-за него. Если он у тебя такой уж. Извини, у нас не было цели вас разлучить. Мы же переехали за мамой. Да, я понимаю. Саш, прости. И спасибо, что на работу устроил. А главное, спасибо, что ты с мамой возишься. Я же понимаю, что ты другую любишь. Глупости не говори. Да, Диня, раньше ты нормальные вещи носил. Это мусор. Паприкушка за три рубля. Типа долг отдал, что ли? Я все отдам обещаю. Ты мне должен несколько тысяч долларов. Банка грабишь? Решу. У меня бывшая неплохо поднялась. Я попрошу ее, она поможет. Смотри, прости, хорошо. А то за долги уйдет твоя квартира. Понятно? Денис? Что же это? Ах, как же нам? Лариса ушла. Сын потерял. Как выросли, теперь? Денис. Шесть-то как-то, почему? Денис. Мог бы заплатить. Сань, ты что такой кислый? Что второе место всего, а? Почему он не кислый? Не всего второе место, а второе место. Это мама у вас, слабое звено. Упала прям на финиш. Да ладно тебе. Зато ты через козла удачно прыгала. Ну, это я умею. Ты где припарковался? Здесь за лбом. Санька, давай беги. В машину. Дима, спасибо тебе большое. С какой довольный. Да ладно, все нормально. С привычным, с ним все время вдвоем. Спасибо. Спасибо. Дима, это зачем? А ты не понимаешь? Ну, помог по-дружески, спасибо. Значит, не понимаешь? Так я объясню. Дима, не надо. Надо, копилось долго. Ты по-прежнему такая же наивная. Веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Да, верю. А ее не бывает. Я, между прочим, ждал все эти годы. Готова, не готова, как-нибудь потом. Прости, пойми, Димочка. Поэтому кинулся по первому зону. Дима, ты меня сейчас в чем-то упрекнуть хочешь? Может быть, в том, что я была с тобой честна? Или что за эти годы у тебя столько девушек сменилось? Сменилось, да. Потому что я все это время жду, как дурак. Хорошо. Объяснил, спасибо. Даже твой Санька видит, что я тебе нужен. Ладно. За помощью ко мне больше не обращайся. Извини, но вариант мальчика по вызову меня не устраивает. Ну, никак. Молодой дочь. Да. Помогите мне, пожалуйста. Да. А где улица? Какая? Такая. Я не помню. Там домов много. Ну, а вы не местная, да? Я не помню. Телефон ваш. Телефон ваш. Давайте. Телефон ваш. Да. Света, ну, наверное, вот возле меня. Простите, вы Света? Тут женщина растерянная какая-то. Вроде бы не пьяная. Подъедьте, заберите ее. Заричинская площадь. Ждем. Во, давай. Это я с вами говорю. Спасибо вам огромное. Хорошо. Телефон возьми. А, это еще раз спасибо. Мамуль, давай. Давай на двое петельки, хорошо? Я не хочу, но надоело. Все это надо. Мы с Любой тоже выпьем. Да? Такие же. Абсолютно. Да, давай. У нас гость. Здрасте. Приветствую. Присаживайтесь. Здрасте. Он голоден, я ему супы налью. Это вот твой новый мальчик? Почему ты нас раньше не познакомила? Такой приятный молодой человек. Я налью ему суп. Да. Мамуль, я сама. Мам, ты где? Я здесь. Что делаешь? Работаю. Это от кого тебя? Это кто? Это мой бизнес-партнер. Твой тезка. Он тебе как-то железную дорогу подарил. Помнишь? А сейчас он где? А сейчас он переехал с семьей в Питер уже давно. У нас раньше была одна фирма, а потом мы ее разделили на два филиала. И вот пришло письмо о том, что нас выдвинули на премию. Это все неважно. Ты не грусти. Я не грустил. Я не грустил. Я не грустил. Я не грустил. А я скоро подойду. О, мне нравится там. Мама. Нас все устраивает. Место очень хорошее. Вы чем-то расстроены? Нет, нет. А, я поняла. Я тоже часто грущу, когда смотрю на корабли. На проплывающие. Ну, и не на такие. На судно. Что? Не на корабли, а на судно. Я выросла на таком. Серьезно? Так. Вот. Тогда овощи еще помой. Да. Ну, что там? Сейчас уже выкладывать будем. Ра-ра-ра. Горячо. Хорошо, да? Угу. Мама. Серьезно? А, сейчас еще еще еще. Не могу. Сейчас, поймаю. Опа. Это как мне. Это как... Опа. Не могу. Как он это выдерживает? Это не каждому дано, чтобы вот так вот заботиться и ухаживать, не срываясь. Тяжело это. А ты бы так со мной смог? Даже не думай. Света, ну что, как ты себя чувствуешь? Пойдем, я тебя в спальню отведу. Там поспишь. А я дождусь Людмилы Петровны и поеду на работу. Сейчас и Люба придет от магазина. Ну? Саша. Да, Света. Мне так жаль, что я прошла свою жизнь неправильно. Мне так часто не хватало мудрости, доброты. Я это сейчас понимаю. Рано, Света. Рано ты итоги подводишь. Ну, я счастлива, что прошла этот отрезок жизни с таким человеком, как ты. Да, о чем ты это? Я всегда знала, что ты мой лотерейный фильм. Выигрышный. Я хочу тебя попросить, Саша, когда меня не станет, не перебивай. Попривай. Света. Я хочу, чтобы ты встретил хорошую женщину. Одиночество, а не выход. Ведь ты, как никто, должен быть счастлив. Все. Иди. Пойдем. Все. Все хорошо. Ко мне. Оп. Ко мне. Все, пошли. Пошли, пошли. Слышал, тебя можно поздравить. А я слышал тебя. Я про твою свадьбу. А я про твою премию. Ну, это еще не скоро, и не факт, что получил. А у тебя это... Яна? Не одобряешь выбор? Нет, почему? Наоборот, я очень за вас рада. Вы прекрасная пара, Дима. Если позволишь, в качестве подарка, с меня банкет. Слишком дорогой подарок, Яна не поймет. Ну, может, тогда хотя бы свадебный торт. В три или в четыре яруса. Здравствуйте. Я сейчас вернусь. Я за накладными. Да, хорошо. Ну, почему бы и нет? И с фигурками наверху? Конечно. Ну, если сделаешь меня очень красивым. Дим, я тебя сделаю таким красивым, что тебя съедят еще до свадьбы. Привет, Лара. Рад тебя видеть. И я тебя тоже. Привет. Опять очки носишь? Ну, да. Ну, если не нравится, я могу снять. Нет, нет, тебе очень идет. Просто как-то старше в них выглядишь. Ну, а ты не меняешься. Только хорошеешь. Ну, что, нас с тобой не Нобелевская премия ждет, конечно, но все-таки премия. На вручение приедешь? Я сомневаюсь. Может, сам ее получишь? Сам? Ну, как-то нехорошо получается все-таки. Ты приезжай. Ну, посмотрим. Время еще есть. Ну, да. Как дома? Хорошо. Нормально. А у вас? Да, у нас тоже вроде все нормально. Санька растет. Характер уже показывает. Наталья Петровна. Такая же. Ну, и я работа заказана. Ну, хорошо. Только не весело как-то. Красиво. В общем, Люба, я принял решение. Я забираю тебя в Москву. Будем жить там. И вот еще. Я предлагаю тебе руку и сердце. Ну, или как там говорят. Пит, ты чего? Если надо, я подожду. Только долго раздумывать я тебе не дам. Я не хочу, как твой отчим, всю жизнь плыть не туда. И вот еще. Илья, вместо цветов твои любимые. Мамина. Хорошо. Хорошо. Люба, иди чай пить. Волнуешься? Ты о чем? Ну, завтра же до премии. Давай чай нырю. Не, спасибо. А меня Петя замуж зовет. Мы уедем. Прекрасная новость. Ты сама-то довольна? Не знаю. Мамина любимая. Марочка, не переживай. Все будет хорошо. Езжай спокойно. Ни пуха, ни пера. Давай присядь на дорожку. Да, сейчас ключи от машины. Ждем с призом. То есть без приза вы меня не ждете, да? Так, все здесь. Ну, хорошо. Давайте присядем. Давай. Уговорили, теперь я тоже волнуюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, как будем пилить приз? Ну, можно прямо здесь, по шву. Правда, он все равно на осколке развалится. Это все-таки стекло. Шутки шутками. Я тебе хочу сказать, что он целиком и полностью твой. Спасибо тебе, что все эти годы ты... Не была рядом. Знаешь, оказывается, расстояние и время очень странная штука. Казалось бы, человек от тебя на сотни километров. Далеко. А ты чувствуешь, как будто бы он близко. Постоянно рядом. Какая следующая цель? Цель. Мечта. Честно говоря, хочется купить катер. И плавать на... Ходить. Ходить на нем. Если бы папа услышал плавать, он бы меня отругал. В общем, купить катер, научить Саньку и направлять. Как-то к воде потянуло. Хорошая мечта. Хорошая. Сашку, значит, капитаном. А ты на камбузе. Так? Ну, роль просто мамы меня больше привлекает. Тебе, наверное, пора дома ждать. Может, в мосты разводы надо успеть. Верно? Лариса, Лариса, зачем тебе ехать на наш плен? Переночивай в гостинице. Да нет. Мне в Новгород надо там. Дела сейчас. А оттуда уже домой. Не переживай, я хорошо пошел. Держи. Даю на хранение. А что, бабушка там? И не только она. Да. Ну, пойдем посмотрим, кто это тут у нас. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Вы меня, наверное, не помните? Люба, кажется. Да. Присаживайся. Саша, не знаю, что я здесь. Ну, он знает, что я в Москве, но что к вам пришло, не знает. Хорошо. Тебе остановиться нет? А, нет. Я у Петьки буду. Жених. Я это вам сказать хотела. Саша, наверное, не смог или подходящие минуты не нашел. Угу. Вы же знаете, как болела моя мама? Да. А Саша, он очень хорошо не заботился. потрясающий. Я таких больше не встречала. Почему ты говоришь в прошедшем времени? Вам больше нет. Вы же два месяца. Прямие мои соболезнования. Просто понимаете, Саша, он очень хороший. И мама всегда хотела, чтобы он был счастлив. Так. Александр Юрьевич, вам письмо. Спасибо. Дорогие мои дети, вы оба знаете историю этих украшений. Я очень хочу, чтобы самое лучшее творение моего Аркадия оказалось в ваших руках. Ведь не зря он хранил это кольцо у себя. Считайте, что таким подарком я вас благословляю. позавляю. И помните, самое ценное это любовь и неподдельные чувства. Судьба свела нас не зря. Очень хочу, чтобы вы научились на моих ошибках. И не бойтесь быть счастливыми. Живите, чтобы исполнять мечты. Свои мечты. Лёва, привет, это я. У меня к тебе просьба. Очень важная. так, куда вы меня привезли? Что мы затеяли? Люба, объясните, что происходит? Нам туда. Пойдем. Ну что, где обещанный сюрприз? Вот. Сашка. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok